Тема моего доклада – это медитация сфокусированного внимания, именно с позиции нейрофизиолога. Перед тем, как перейти непосредственно к результатам наших исследований, позвольте мне немножко поговорить о методологическом аспекте нейрофизиологических исследований медитации. Этим исследованиям много лет. Они начались по большим таким пластом где-то 60-х годов прошлого века. То есть накоплено очень много данных нейрофизиологических по медитативным состояниям. Но эти данные действительно очень трудны в интерпретации, в обобщении. И в основном они, ну как вот с позиции физиолога, да, они пытались определить место медитативному состоянию в континууме принятой физиологии линейки уровня бодрствования. То есть где находится место от этого медитативного состояния? Где? То есть вот ближе к сниженному уровню активации, там где у нас сон, там дремотное состояние, сниженный уровень активации. Или это же на другом конце, да, поместить это состояние, где высокий уровень активации, пиковое, ну вот сейчас модно говорить о пиковом состоянии сознания, а по старинке, ну вот как это называется, как чрезмерное там бодрствование. То есть в общем-то эти работы в основном пытались ответить на этот вопрос. Куда же, как же физиологически вот разместить это состояние на линейке уровня бодрствования? И в последние 10 лет наметился, на мой взгляд, такой позитивный, обнадеживающий методологический сдвиг, когда возникла такая негласная, местами гласная уже такая договоренность, две важные договоренности между учеными, которые занимаются именно физиологией медитативного состояния. Вот я хочу об этих двух договоренностях, две договоренности озвучить. Первая договоренность, что безусловно для интерпретации данных надо учитывать степень компетенции медитирующим, медитаторов. То есть сейчас принято указывать опыт медитации в часах. И определенная градация. Совсем начинающие, новички, менее 100 часов, где-то более-менее уже на среднем уровне начинающие и немножко продвинутые медитаторы, но и опытные медитаторы, которые от 10 тысяч до 50 тысяч часов опыта медитации. Это важный момент, потому что, ну это уже такой первый шаг к тому, чтобы легче было подойти к интерпретации данных. Вторая договоренность тоже, на мой взгляд, плохо слышно? Вторая договоренность, ну вернее не договоренность, а такая, мне кажется, хорошая идея, родившаяся у нейрофизиологов, это подойти от обратного, то есть подойти к исследованию мозговых механизмов медитации через уже хорошо изученные физиологии, непонятные для физиологии процессы. Это прежде всего, например, через такой изученный процесс, как внимание. То есть найдено множество параллелей между нейрофизиологическими процессами, участвующими в обеспечении функций внимания и определенных видов медитаций. И западным ученым, и буддийские школы, они признают схожесть мозговых механизмов обеспечения этих процессов. Многолетние классические исследования в области физиологии внимания установили уже примерный список структур и зон мозга, вовлеченных в обеспечение различных аспектов внимания. Не буду перечислять этот список, но то есть я имею в виду, что есть уже некоторая карта нейрональной активности, потому что мы знаем, что вот эти зоны, они участвуют в обеспечении внимания. Поэтому когда мы берем в анализ какой-то определенный вид в медитативной практике, где задействована, да, безусловно, эта функция, нам уже легче подойти, подступиться к интерпретации будет. Также очень интересна работа, в которой осуществляется попытка понять особенности обеспечения медитативного состояния через функцию произвольного контроля над вегетативной сферой, через интерцептивную чувствительность. Известно, что процессы, происходящие, например, во время такой медитации, как Мэнху у нас, связаны с усилением интерцепции, то есть усиливается восприятие сигналов, внутренних телесных сигналов. И, то есть вот, вот эта чувствительность к состоянию гомеостаза организма, изменение там температуры, изменение ПАЖ, крови, там, болевой проводимости. То есть, опять-таки, если мы знаем вот эту сферу физиология, как она обеспечивается там мозгом, какие процессы задействованы, если мы берем в анализ там медитативную практику, да, которая именно сопряжена с повышением вот этой телесной чувствительности, осознанности, то, опять-таки, это нам дает большой планш для дальнейшей интерпретации данных. Вот, так, например, в исследованиях показано, что активация соответствующих мозговых структур и их размер отражает различия в информированности о состоянии определенных систем организма. Так, ну, в общем, зона, не буду тоже подробно останавливаться, но есть у нас в Москве такая зона, островок и венцулярная кора, которая, как бы, является таким системным центром, да, где происходит интеграция висцеросомытосенсорной информации. Ну, и вот совершенно недавнее исследование, там, пару лет назад, именно при исследовании медитации Mindfulness методами нейровизуализации, по-моему, там был позитрон-иммерсионный томограф, было показано, что именно эти зоны в медитативных определенных мерзативных состояниях с повышением именно такой чувствительности к телесной чувствительности, именно они и высвечиваются. Для меня лично вот очень импонирует подход, который развивается в лаборатории Ричарда Дэвидсона. Ну, они очень сильно, как это говорится, в общем, популяризируются, его исследования, да, то есть наверняка многие это видели и читали. Ричард Дэвидсон, который исследует разными методами ЕГЭ и методами функционального магниторезонансной томографии, ну, картинки там, да, сидят буддисты, красные подержки, подвешенные все проводочки. Ну, тем не менее, Ричард Дэвидсон, это действительно очень такой выдающийся ученый, который изначально шел от глубокого изучения нейрофизиологии эмоций, и поэтому он развивает вот это направление, подход к исследованию медитации через известные механизмы различных стратегий эмоционального регулирования. То есть через известные факты о мозговых механизмах обеспечения положительных, отрицательных эмоций. Известно нюансы, да, нашей межполушарной симметрии, что все-таки левые и передние отделы мозга, они больше про хорошее, про положительные эмоции. И медитация во многом используется здесь как способ коррекции вот этого эмоционального регулирования для достижения состояния устойчивого благополучия. Как это так называется? Да, не устойчивого благополучия. Таким образом, ну, просто я не очень, наверное, вкратце получилась, но говорила, что для меня вот видится очень перспективным, если в ученом мире работы очень много по нейрофизиологии и медитации, все-таки будут вот эти две договоренности соблюдаться обязательно. Опыт практикующего и классификация именно медитативных практик с выходом на понятные с физиологической точки зрения процессы, да. То есть не просто, допустим, я иногда читаю работу, я вижу, что исследовалась такая-то, ну, медитация, ну, такая-то медитация. Мне это слово, ну, ничего не дает, я не очень ориентируюсь в этих, и мне приходится читать, в чем смысл этой медитации, что, что в чем, вот искать как физиологу, что там, за что зацепиться можно, что именно происходит, что делает человек, да, какие психические процессы, да, вовлекаются, какие телесные, там, отклики, ну, что задействуется. Поэтому, ну, вот опять-таки тоже в лаборатории Ричарда Дэвидсона там введена, есть уже публикация вот этого сотрудника Луцца, ну, который предложил определенную классификацию. Медитация именно для научных исследований. Там вот медитация Focus Attention, да, сфокусированного внимания, ну, вторая, как Open Monitoring, это ближе к Mindfulness, то есть такого, не сфокусированного внимания. Вот, значит, исследование, которое я хочу вам предложить, сегодня речь пойдет о медитации сфокусированного внимания. Вот, и забегая немного вперед, скажу, что мой интерес вот к этому роду медитации сфокусированного внимания, он не только обусловлен функцией внимания, да, самому, а сколько меня вот прямо завораживает вот это вот хитросплетение и противопорство двух нейронных сетей во время этой медитации, а именно первая, это нейронная сеть, которая сопряжена с функцией внимания, да, она известна, здесь вот она, ну, условно, достаточно сиреневым цветом отмечена, ой, не сиреневым, извиняюсь, голубым, да, голубым. И вторая нейронная сеть, это, которая называется, ну, блуждающее сознание или сеть по умолчанию. Немножко тоже позволю себе рассказать об этом, поскольку это, ну, тоже не так, открытие, ну, я бы прямо, действительно, назвала это открытие не так уж давнишнее. Значит, блуждающее сознание, да, или, ну, это default network, ну, это переводится по-разному, либо сеть по умолчанию, либо блуждающее сознание. Смысл его в том, что выявлены определенные области мозга, да, здесь они сиреневым цветом отмечены, которые проявляют метаболическую активность во время состояния покоя и согласованно выключают активность при выполнении различных, там, задач, когнитивных или каких-то сенсимоторных. Это так называемая сеть по умолчанию и функционально связана она с потоком мыслей, происходящих автоматически при отсутствии, направленной на внешнюю цель деятельности. То есть это как бы такая, субстрат, такой вот стимул независимого мышления. Ну, проще говоря, каждый это знает, когда, да, допустим, дана инструкция сидеть в состоянии покоя, ну, как такового состояния покоя, если посмотреться, у нас в голове нету, да, то есть это постоянно автоматические каскады смысловых ассоциаций нас уносят и спохватываемся, да, как бы, то есть уже неизвестно, начали с одного, думаем уже совершенно там о другом. И поэтому смысл, как раз, этой медитации, которую мы предлагали в нашем исследовании, да, сфокусированного внимания в том, чтобы человек концентрировался, ну, на одном из аспектов дыхания, сосредотачивал, да, очень, допустил свое внимание и старался удерживать это состояние. Понятно, что в зависимости от опыта медитатора эта задача очень непростая, постоянно, да, возникает вот, заблуждающее сознание оттягивает на себя внимание, да, задача испытуемого была дана просто отслеживать это, и как только он, ну, ловит себя на том, что он уже не сфокусирован, а ушел с какими-то вот этими автоматическими каскадами смысловых ассоциаций, он возвращается обратно к фокусировке на аспекте дыхания. Немножко хотела сказать о, это не наше исследование, оно очень тоже меня заворажило, одна недавняя работа, в которой взяли точно такую же медитацию, как у нас, только у них были лучшие, да, методы, у них газитрон-эмульсионная томография, и они с помощью этого метода смогли, вот, участники, они выполняли вот ту же задачу, что и у нас, да, то есть они фокусировали внимание на каком-то аспекте дыхания и, соответственно, должны были каким-то образом, по-моему, нажимая на кнопочку, отслеживать, да, то есть когда вот они чувствовали, что вот они уплыли, они нажимали, потом нажимали, когда они делали некое усилие к возврату, и опять стабилизации в состоянии сфокусированного внимания. Ну вот, и вот в этих исследованиях обнаружен вот этот цикл, да, состоящий из четырёх фаз. Первая фаза — это момент, когда ум отвлёкся, ну, не так это называют. Второе — момент, когда медитирующий начинает осознавать это отвлечение. Третье — это момент, когда медитирующий перенаправляет внимание обратно к объекту внимания. И четвёртое — это, ну, уже возобновление вот медитативного такого процесса. И показано, что каждая из этих четырёх фаз задействует определённые нейронные сети, то есть они практически полностью один в один ложатся вот на эти рисуночки, да, то есть фаза, когда мы видим, что ум уплыл, появляется активность, отмеченная здесь сиреневым цветом, да, то есть блуждающее сознание перетянуло на себя одеяло. В то время, когда там человек начинает это отслеживать, там задействуется ещё другая, правда, нейронная сеть в этот момент, то есть она там имеет определённое название — сеть выявления значимости, то есть он как бы понял, что его отвлекло, он начинает, принимает решение к возврату обратно, и когда он возвращается и сосредотачивается на заданном ему объекте внимания, мы видим, что сиреневые вот эти вот зоны, как бы они, уровень активации у них снижается, и на первый план, как бы, рассвечиваются ожидаемые зоны для этой медитации, зоны, которые обеспечивают функцию внимания. Вот, и, может быть, физиологически перегружены, но что, что имеем. Теперь непосредственно перейду к нашему исследованию. Что мы там наделали? А, ну, у нас нет, не было ПЭТа, не было функционального МРТ, поэтому мы доступным методом электроэнцефалографии. И здесь, конечно, ну, отдельная тема, насколько важно выбрать маркер, да, потому что, ну, ЭГЭ не специфична, да, практически мало почему она специфична, как показатель, и очень важно найти правильный маркер, который ответит, да, на вопрос, который хотим мы услышать. Ну, так просто я показала, да, классически, как происходит анализ. Это методом преобразования Фурьет, там, вот, электроэнцефалограмма наверху, она разделяется на разные спектры, от самого медленного ритма, там, дельта, тета, альфа, и высокие частоты, это бета-гамма. Вот, мы осознанно вот это, вот, в данную работу включили очень такой узкий показатель из альфа-диапазона. Сейчас я вам про него расскажу. Значит, этот показатель называется индивидуальная частота максимального пика. Ну, не даваясь подробностей, как она высчитывается, она у каждого человека своя, да, это индивидуальная частота альфа-пика. Немножко побольше расскажу не о том, как она высчитывается, а о его функционале. То есть, ну, известно, что вот частота альфа-пика, это признак индивидуальности, многие считают, что это такой генетически тоже детерминированный какой-то признак. И люди, в общем-то, разделяются на низкочастотных, да, у кого эта частота альфа-пика находится ниже 9,5 Гц, и на высокочастотных, у которых частота альфа-пика выше 10,5 Гц. Здесь тоже интерпретации много, ну, как бы считается, что все-таки там слева, так сказать, медленный тормоз, там чуть побыстрее, вот, ну, это, то есть, не так говорить, какая лучше, да, то есть, у каждого, у обладателя вот индивидуальной частоты, у него совершенно свои какие-то уникальные там возможности. Немножко сейчас тоже о них. То есть, вот, например, в такой вот работе, ну, тут, ну, новосибирские ученые, очень я рада этому знакомству с Ольгой Михайловной Базановой, она меня натолкнула именно на этот показатель, доктор биологических наук из Новосибирска, она мне подсказала попробовать для медитации взять именно этот показатель, и он прям вот выглянул в чем-то. Значит, ну, вот она в своих исследованиях показывала, что когда, допустим, вот средне-высокие показатели вот этой частоты альфа-пика, они хороши вот для скоростных каких-то процессов, для беглости, да, вот при как, ну, при выполнении какой-то когнитивной задачи. Ну, то есть, действительно, люди, у которых там частота альфа-пика, будем говорить, там, условно, там, 11-12 Гц, они, ну, так сказать, ну, быстрее в чем-то там думают, и больше у них беглости. Но, например, вот на оригинальность это никак не сказывается, да, то есть в креативности, в оригинальности хороши как люди с низким показателем от частоты альфа-пика, так и с высоким. Также вот есть данные о том, что этот показатель может меняться в одного и того же человека в зависимости, ну, от его состояния. Так, например, если он с чем-то успешно справляется, то этот показатель с ним нечается в сторону больше высоких, более высоких частот. Если он теряет какую-то неудачу в решении какой-то проблемы, обнаруживается, что эти показатели снижены. Ну, не буду вас утруждать, но вот это не могу, как бы, вот, опять-таки, упустить. Базанова Ольга Михайловна не очень благодарна, но мы продолжаем с ней, как бы, ну, я выступаю больше даже сейчас как оппоненткой ее исследования, потому что она поместила медитативное состояние, ну, предположительно, видимо, в основном поместила в зелененьким, да, отмечено, то есть медитация больше как трансовое состояние и оно, по ее мнению, сопряжено с замедлением, да, то есть снижением вот этого частоты альфа-пика, вот. А то, что красненьким отмечено, она называет это пик формы, пик состоянием, когда, ну, образно говоря, все получается, да. Она это исследовала на музыкантах, у которых там вдохновение, вот, и во время там, допустим, вот особо виртуозного исполнения этот вот пик форма, и там высокие наблюдались частоты этого показателя. Но вот обидно, что именно состояние медитации как-то по привычке на самом деле, да, еще идущий, мне кажется, вот с тех самых 60-70-х годов прошлого века его зачастую помещают вот в тот конец линейки, вот где про сниженную, да, уровень активности, про там, релаксацию, там, вот, соответственно, мы провели исследование, так, мы это пропустим, тоже можем пропустим. То есть на нашем исследовании, да, были взяты три группы. Первая группа, ну, это энцефалогрическое исследование, то есть по стандартной схеме мы писали энцефалограмму, в общем, стандартная схема, 19 отведений, как обычно, писали энцефалограмму в трех группах. Первая группа – это новички, которые имели опыт медитации либо вообще не имели, либо очень маленькие, ну, в общем, меньше ста часов. Эта группа у нас большая, около 40 человек. Ну, как правило, это просто люди, которые где-то что-то слышали, где-то когда-то на йоге что-то пробовали, сами немножко увлекались, приходили, ну, и после моей такой инструкции проводилась запись энцефалограммы. Вторая группа – это начинающие, у меня где-то примерно от 1000 до 2000 часов медитации, это тоже 20 человек, но это просто группа лиц, которые вот ходят к нам на медитативные группы, там, где я работаю, и, ну, я их практически все медитативные группы тоже знаю. Они вот на протяжении, там, 3-х, там, уже 8 лет, кто-как, они набрали вот эти часы. И с опытными нам не так тяжело, ну, это дефицит опытных, всего 5 человек, но это действительно люди с большим очень опытом, ну, такие, которые в основном уже обучают, да, медитации, это вот приезжие, ну, в основном из-за Талии, там, у нас просто есть договоренность с определенным медитативным центром, где, ну, опытные медитаторы. У них более, там, 10 тысяч часов. Вот, и теперь картинка. Значит, постараюсь вам объяснить смысл. Значит, вот первая группа, да. А, еще не сказала, что мерилось три состояния. Да, мерилось три состояния, еще не уточнила. Значит, писалось три минуты покоя, да, то есть человек просто сидел с закрытыми глазами, не давалось никакой инструкции. То есть меня, конечно, подмывало периодически опытным медитаторам сказать, ну, вы просто посидите в состоянии покоя, включите свое блуждающее сознание, потому что у них, естественно, автоматически они уже, что покой, что не покой, у них, как бы, это дифференциация раза. Но, в принципе, просто давалось обычно состояние покоя, с минимальным мышечным напряжением, но больше никаких уточнений по состоянию сознания там не давалось. То есть три минуты в состоянии покоя, потом десять минут – это медитация сфокусированного внимания, ну, десять как минимум, там, у кого там поплет, так там и дольше писалось. И третье состояние – это счет в уме. Просто мы давали, как бы, для того, чтобы, ну, на контрасте посмотреть, да, то есть дать нашему уму такую некую косточку, чтобы он занялся той деятельностью когнитивной, да, для которой он его предназначен. То есть простая арифметическая деятельность в уме, то есть человек там на протяжении минуты-двух занимал ум счетом, ну, арифметической деятельностью. То есть вот синий столбик – это фон, красный столбик – это медитация, светлые, желтоватые – это вот счет. И мы видим, что в первой группе у совсем новичков, не имеющих опыта в медитации, мы видим, что медитация вызывает снижение, да, частоты альфа-пиха. То есть, переходя уже, как бы, к интерпретации, значимое там было смещение, это как раз, вот, сполосуется с данными позановой, это как раз про, ну, снижение, да, уровня активности, и, возможно, это связано с напряжением, да, которое вызывает эта задача. Возможно, мы же не отслеживаем, да, что в данный момент эти, там, 10 минут человек делает, да, то есть, может быть, он там честно начал фокусироваться, а где-то он, ну, видно, что он не спит, а сижу лягом, да, но, может быть, он где-то там и просто релакснул, да, так, что уже не про медитацию, да, все завершается. Вот, то есть, в первой группе, да, то есть, мы видим, что частота альфа-пика снизилась. А во второй группе, у уже более опытных медитанторов, вот, те данные, которые меня порадовали, все-таки нет, то есть, когда человек уже, ну, в теме, да, когда он уже понимает и чувствует эту медитацию, и в состоянии удерживать это сосредоточение достаточно долгое время, это как раз ближе, все-таки, к пик форме, да, то есть, к повышению активации, то есть, к более быстрым, да, таким мозговым процессам. И вот эти наши три человека в третьей группе, ну, у них, конечно, тоже описанные ранние, но отразные такие результаты, о том, что у них уже и в состоянии покоя, да, этот уровень активности высокий, то есть, у них уже нет достоверной разницы между показателем вот этого частоты альфа-пика в состоянии покоя и в состоянии медитации, то есть, он уже достаточно высок. Пожалуйста, на этом я закруглюсь. Так, спасибо большое. Один вопрос, кто-то я...